доброго времени суток с вами снова программа культурный шок я ведущий марк отлярский сегодня у меня в гостях известный критик и журналист искусствовед яков шаус я же добрый день я рад что мы с тобой день снова встречаемся в этой студии сегодня мы поговорим на такую достаточно животрепещущую тему которая мне кажется требует кого-то нашего с тобой пристального внимания эту тему я бы озаглавил так что читают русские в израиле или кризис жанра тебе не кажется скажи мне в последнее время что интерес к чтению резко упал я думаю что что то есть в этом и наблюдение достаточно верное хотя чтобы говорить вообще абсолютно точно что читает русский такая же нужен социологический опрос там мы обойдемся думаю без этого поскольку мы оба в этой как говорится теме и достаточно ходим по книжным магазинам и общаемся с читающими русскими и с не читающими к сожалению приходится да так ну во первых я скажу так есть сразу назовут есть экономическая причина по которой два кризиса подряд вот с интервалов несколько лет очень сильно ударили по покупателе возможности вообще израильтян и русскоязычных в частности и если как бы в семейной в семейном бюджете израильтян таких коренных статья расхода вот на книги наверняка было меньше все таки в массе то у русских надо сказать даже очень небогатых людей всегда были обязательные расходы на покупку книг очень мало кто трудно на теле которым не покупали книги последние годы это это стало конечно к сожалению уже массовым явлением вот сокращение расходов на покупку книг и мы это видим по книжным магазинам к сожалению ну тут есть и другое что кстати что книги очень подорожали в россии во первых из-за этого русских книги подорожали здесь но израильские тоже во вторых во вторых многие перешли на электронные книги это тоже это тоже совершенно верно хотя тут конечно да даже наскать люди уже так называемого среднем поколении уже освоили это не кажется что ты немножко все таки преувеличиваешь пристрастие книгам русской читающей публики здесь то есть я бы сказал так я бы не не совсем я бы так поправился немножко так то есть есть определенная группа людей которых мы с тобой знаем которые действительно интересуются хорошей литературой но есть как гораздо большая группа людей для которых и литература это дарья донцова александра маринина и прочее прочее так сказать которым просто нет не из числа я поделюсь своими наблюдениями в ответ на этот вопрос я помню когда мы начинали ты помнишь я работал вот таких культурных изданиях были такие знак времени да ну конечно до приложения к нашей стране и мы работали с сашей гельштейном покойным и я помню сашей писал он всегда знал все даже не печаталась еще массовыми тиражами и приходили возмущенные письма печатать что-то вот такие умники вроде пишут там про какого-то сорокина про какого-то значит там сашу соколова дальше что написать или вы никогда не слухали они не слухали саша когда и слухала читала хорошо знал и вот надо надо сказать что вот пристрастия уже тогда обозначились были люди которые просто хотели бы даже не почитать что они знакомые а с таком у них было не такая же плохая литература там которую они усвоили как-то еще советские времена были люди были открыты и ты уклынул уже в годы перестройки мы помним во первых были писатели которых запрещено было на протяжении десятилетий многих печатать советском союзе потом появилось много новых которых тоже начали печатать они не стали быть членами союза писателей в прежние времена вот их стали печатать появились новые имена и вот остались такие консерваторы которые печатают по-прежнему даже домашние библиотечки что-то берут тут вот по дешевке там среди уцененных книг такие старые книги есть конечно как правильно ты заметил люди которые опять вот здесь очень интересный момент в советском союзе читать книги было престижно и и в чем-то обязательно то есть интеллигент часто не по своей воле это дело а было просто стыдно ты приходишь на работу где-то сидят такие же интеллигентные люди и как вот вышел журнал знамя там с булгаковым с новой публикации старых вещей или там с каким-то новыми вещами там от матово скажем конец плахану такие на скидка вспоминаю а ты не читал то есть была какая-то обязанность это было стыдно здесь как-то вот такого давления люди на себе не испытывают и поэтому идут читаю донцова то что действительно ему больше хочется читать прошло некоторые я хочу тебе в качестве этого такой любопытный пример который как бы на мой взгляд характеризует характеризует вот этот под сегодняшний подход книг как ты сказал в чем рассказала мне как бы продавщица книжного магазина который очень хорошо разбирается в литературе сама приходит женщина дома такая с претензией на интеллигентность и спрашиваете и скажите пожалуйста а у вас есть что-нибудь из теософии то естественно да конечно рудольф штайнер вот у меня тут сейчас явно полка и уже как бы всем движением показывает что она сейчас пойдет к полкам это вдруг я переводит мне что-нибудь легонькой на ночь почитать понимаешь после таскать вот этой фразы она как я никогда этого не забуду к такому же что-нибудь легонькой на ночь почитать понимаешь легонькой интеллектуально некое сочетание ты понимаешь поэтому мне кажется вот тут вот отношение книги но действительно ушло вот это давление но я тоже люблю наблюдать вот за аналогичными сценками в книжных магазинах и мясо радует когда смотришь людям и молодые и очень немолодые кстати такие которые перестроились и все-таки их интересуются но новыми вот все-таки сегодня и соколова и сорокина все покупают и 7 и что они но особенно вот сорокин что ново написал день опричника там и люди расхватывают и читают то есть следят пелевин стал будет акунин это это не акунина и некоторые считают развлекательно это если развлекательно это очень-очень рафинированного класса и и очень и очень интеллигентно акунин человек очень высокого уровня переводчик с японского блестящий из английского тоже мама еврей когда пелевин который тоже очень непросто кстати люди которые не знают таких слов как теософии многих других его читать очень трудно потому что он напичкан просто это философской терминологии исторической человек огромного огромной эрудиции на самом деле конечно вот хотя тоже многие считают что у него там такие вот как сейчас говорят такие крутые сюжеты но при этом человек очень сколько его там начиная с чапаев и пустота и кончают последними вещами там надо очень хорошо знать и как бы как бы и философию и современный культурный фон вот мировой мировой ну и конечно очень хорошо разбираться в компьютерной грамоте что у пелевина часто юмор даже носит такой компьютер то есть вот то как популярный период это это просто индикация это как бы лакмусовая бумажка это как показать для того что все-таки вот читатель ищет новое и не читает конечно совершенно там только пошлую там дешевую литературу людей интересуют новые люди интересуют и многие читают очень интересные вещи и знают что такое теософия очень много пример книг по истории стал выходить есть есть категория где-то и покупать раньше невозможно было мы знаем что эта история была там кроме книг манфреда достаточно марксистского историка это зачитывали до дыр а сейчас великолепные вещи по истории вот и это все покупается и я думаю что я не склонен разделять твой оптимизм есть определенная категория никогда литарная литература не не была массовой и массовой читателя не могла иметь это нормально во многом кстати благодаря тому что упал читательский спрос кстати закрылись и те книжные магазины которые я приведу один пример интересный если у нас еще есть время очень коротко вот глазами стороннего наблюдателя у нас как-то была беседа у журналистов цепи ливни ну не будем обсуждать как политика но она женщина как женщина достаточно эмоционально чутки рассказать интересную вещь вот была я во фуле это я понимал что такое русская культура и она кстати тут не осрамилась вот так сказать раскрывая эту тему это было как раз кризис тогда вот после 2000 года и смотрю два книжных магазина русских рядом я зашла в них про мне просто интересно и спрошу как-то вдруг рядом два магазина а сейчас где нет денег и безработица среди русских они нет люди ходят покупают книги вот теперь я это оценил мне это понравилось но не буду говорить что мне не нравится мне как политики но просто как пример израильтянки не партийный пример не в данном случае обрадов и вот как израильтянки культур достаточно оценивать ситуации видит и видит это вот замечает шишки русские когда когда-когда вот то что еще вы начали седые кризисы безработица и нет а все-таки не могут заходим выходить что-нибудь покупать для чтения но все-таки тем не менее я думаю что какая-то определенное расслоение какой-то программе конечно 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 я но здесь нам заметно намного больше чем она была заметна сказать по сей день когда я вот вижу реакцию на свои статьи на чужие иногда вот бывает когда такие острые вещи дискуссионные неважно не не книги а вот наши сериалы там допустим спектакли и люди самые разные уровни это это перепады уровень ты видишь в реакции читателя одни говорят с тобой на одном языке и они понимают меня что-то не не понравилось ему их высказывать но они понимают то что игры некоторые просто не понимают о чем речь нет не потому что я такой умный а потому что они не привыкли вообще обсуждать сложные вещи вникать это что вы хотите вот фильм столько серий вот и но об этом как-нибудь интересно деле поговорить я каждый вечер слышу вот русскую речь вот смотрю на знакомых русских актеров это хорошо а уже что о чем это его не интересуется с книгами так они уже переходим на телесериал конечно нет нет я просто говорю что самуру можно понять какие книги читать эти люди соответственно то есть расслоение конечно же я думаю что вообще эта тема действительно благодатная вообще хорошо было бы конечно пригласить сюда может быть кого-то из если они будут здесь в израиле ныне действующих писателей того же сорокина или того же перехать а пелевин говорят никуда не ездит вообще никуда не выезжаете динамка личность вот и инстриции вообще почти найти одну-две фотографии буквально в интернете в очках там нет как-то мелькнул на телевидении но это практически очень трудно он он такой я так понял что он немножечко с иудаизмом тоже знаком особенно по последнего одной из последних вещей ты ты читал эту вещь ты где-то ему идет речь я другой могу привести камеру у него в пик генерейшн есть очень смешной момент как человек не может заснуть один из героев и звонит другу говорит ты не знаешь какую-нибудь мантру чтобы заснуть этот ему где знала она очень сложно было фон и тенли от милофифон бэвакаха да 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 я обратил внимание потрясающая вещь тенли от милофифон бэвакаха на самом деле дай мне один огурец пожалуйста я помню что я думаю что я надеюсь что мы на этом с тобой наши вообще на душу посвятим какую-то отдельную передачу обзору литературе конкретно интересно даже может быть не приезжих писателей а вот наши нас есть достаточно успешные писатели которые книги расходятся даже здесь и с ними поговорить как они видят ситуацию кого-то посадить сюда между нами с тобой да почему кстати принимается это да я спасибо окей на этом я заканчиваю нашу программу еще раз напоминаю что у меня сегодня в студии в программе культурный шок был литератор писатель и журналисты яков шаус спасибо ему за встречу спасибо ему за беседу всего доброго будьте благополучны до следующих